Номер машины, талончик и 200 гривен. А 200 гривен за что? За то, что проехали по платной территории, которая находится в аренде. Ну, еще раз. Которая платная территория, которая находится в аренде сельского совета Маяки. В аренде сельского совета Маяки. Что-то вы сейчас сказали, какую-то билиберду, честно говоря. Отказ платить, я пишу, что отказ платить больше вы сюда не заедете, и все. Вас сюда не пропустят. Пишите, что мы не собираемся платить. Все, все. И мы по-любому сюда приедем, и посмотрим в следующем видео, как мы сюда приедем. На реке, что рыбалка платная? Не река, я за то, что вы будете проезжать по платной территории, которая платит аренду за эту территорию. Какую аренду? Сельский совет, и там вам все объяснят. Кому конкретно? Мэру. К мэру сельского совета? Сельского совета, да. Головей селищно рады? Да. Друзья, вот такие вот провокационные варианты. Вам сразу говорят, что вы больше сюда не заедете и так далее. Но не стоит на это вестись, потому что у него вообще нет никаких документов. Он просто приходит и тупо требует деньги. Вообще, просто вот на ровном месте. В сторону Старого порта, вы поняли? Вот там ходит человек и требует с рыбаков по 200 гривен. Вопрос. Он говорит, он все время ссылается на вас. Как на меня? Ну вот именно на вас ссылается. Говорит, вот обращайтесь в голове сельщно рады, я вам потом покажу на видео. Вы видите, сколько здесь мусора? А вот чеки, вот эти. Прямо напротив. То есть получается, по этой дороге, которая ведет к Днестру, вот туда вот. Вот это вот находится. Уважаемые экологические инспекции, пожалуйста, приедьте сюда, пропишите вот эту всю, всю эту нечисть. И пусть вот эти недолюди, которые сюда выбрасывают этот мусор, заплатят огромные штрафы. Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале «Всё для клёвого». Сегодня вторая часть об этом аферисте, который ходит по берегу Днестра и собирает деньги с доверчивых рыбаков. В первой части, когда этот аферист написал на нашем пропуске отказ, сказал, что типа нас больше туда не пропустят и так далее. Поэтому в этот раз Валентин поехал сам, потому как в корешке был написан его номер машины. И мы посмотрим, проведем эксперимент. Пропустят ли его машину через чеки на Днестр и подойдет ли к нему этот Александр и будет ли требовать деньги. Вот такой наш эксперимент, снятый с самим Валентином. Видео снималось на телефон, поэтому заранее прошу прощения за качество звука и изображения. Добрый день, ребята. Я, как обещал, продолжение следует. Продолжение следует насчет рыбалки, бесплатной рыбалки. Я нахожусь на реке Днестр за чеками. Проехал я нормально. Дали корешок сюда, пришел рыбачу. Все отлично. Кстати, сборщик денег до сих пор бегает. Он пробежал мимо моей машины, как увидел. Дальше подбежал до наших ребят. Но он даже не знал, что это наши ребята-сообщество. Сейчас я их представлю, наших ребят. Александр. Все, отказ есть. Талончик дадите? Запишу вам отказ. Нет, там не он талончик. Ну все, хорошо, спасибо. Александр, дадите документы, на основании которых мы вам должны дать денег. Хорошо. Нет, я понимаю. Документы будут после выборов. Согласен? Тогда после выборов вы приходите. Все. А что они до выборов? Что они там не могут порешать? Все решается. Вон у человека тебе тоже, Кен. У человека мы знакомы, друзья. Да, что, что делать? Голова отказывается. Что-то не хочет. У вас после выборов будет. Ну вот смотрите, я участник Куликовской битвы. Вот те же документы, подтверждающие, что я участник Куликовской битвы, находятся у мэра Маякского сельсовета. Да. Вот у вас документы находятся у мэра. И у меня документы находятся у мэра. Добро, добро. Все решится. Не вопрос, пожалуйста, хотите, подходите к мэру. Нема проблем. Все это будет. Подождите еще чуть-чуть. Еще чуть подождите. Все это будет. Подождем. После выборов вы обещаете, что все будет хорошо. А, но это будет, так что не переживайте. Все это все будет. Ждем выборов. Что вы призываете. Ждем выборов. Ждем выборов. Вы хочешь, старый или новый? Что? Мэр. Литенко? Ну вы посмотрите кто, что потом будет. А, это вас же будет, да? И документы. А может вы баллотируетесь? Вы не баллотируетесь? а зря а зря александр зря стали бы мэром маяк добрый день ребята я так понял вы с нашего сообщества я с вашего сообщества добрый день все подписчики добрый день все рыбаки меня зовут евгений буквально вот как бы я основывался на предыдущем ролике александра до из канала все для клёвых я имею ввиду основывался по разговору который сегодня произошел с александром который звезда ютуба как я сказал сегодня вот подошел да вот этот александр и говорит за рыбалочку что ему ответил александр будет денежка за рыбалочку если будет предоставление каких-либо документов подтверждающих основание за что мы должны заплатить за рыбалочку на что он сразу сказал ребята после выборов мы ему сразу ответил приходите после выборов ну и как бы александр сразу дал заднюю убежал мы там пытались с ним пытались баллотировать его на выборы такого как он сам сказал мэра маяк ну результат вы видите на видео то есть человек убежал сделал вид что он там что-то записал мои номера на машину не знаю записал не записал как как так а он потребовал у вас вроде бы этот талончик и насколько я слышал который для въезда чтобы там записать что вы отказываетесь платить как было потребовал я сказал что я ему не дам талончик он сказал ну не дашь таки да так что ребята езжайте езжайте вам талончик дадут этот талончик да это вообще лишних вопросов я вот вот сейчас даже заезжал документы давать какие-то он говорит не надо ничего номера посмотрел выписал талончик номер такой-то с этим я положил как бы документы да чтоб не потерять на выезде там не знаю для чего он нужен если честно я не понимаю вот с ним сейчас заехал сидим рыбачим прибежал александр попытался снять нас каких-то денег не знаю он сумму не озвучивал то есть он подошел ребята дайте денег не получилось извините александр да спасибо езжайте сюда рыбачьте деньги не платите потому что это мошенники добрый день рыбакам любителям и спортсменам нахожусь сейчас за четвертым чеком хотел бы сказать свое мнение по поводу того что здесь происходит с попытками взять у людей оплату оплата с моей точки зрения берется здесь абсолютно незаконно люди не имеют ни документов соответствии с 233 законом доступ к берегам абсолютно бесплатно помните об этом не нужно платить потому что люди абсолютно берут ни за что ваши с нами деньги не давайте людям деньги потому что таких людей будет все больше и больше и если такая тенденция будет продолжаться то скоро уже не будет возможности платить нигде ни на каком берегу бесплатно спасибо александр за то что он борется за наши с вами гражданские права если мы не будем поддерживать его в его борьбе то каждый из нас проиграет и будет отдавать те деньги которые может потратить на нужды своих семей на те же снасти на какие-то расходники желаю всем хорошей рыбалки помните о том что доступ соответствии известно 33 законом бесплатный и никакие оплаты за просто нахождение на реке и право рыбачить это ваше конституционное право котором гарантирует закон и конституции будьте здоровы кстати друзья мои мусорную свалку которую я вам показывал на прошлом видео напротив третьего человека вдоль дороги на днестр уже закопали представляете эти умеют быстро работать оперативно работать и видно что смотрят на мои видео это очень хорошо чего не скажешь про экологическую инспекцию эти ребята к сожалению работают мягко говоря слабо показывая свою инфантильность это то что ребята привыкли работать в кабинетах и поднять свою задницу и приехать быстро описать это все делаем не в состоянии жаль очень жаль что касается этого афериста который собирает деньги вы поняли да что все что он говорит вообще не стоит придавать этому значению то что он говорит что после выборов но это все разговор ни о чем если вы внимательно смотрели первую часть видео там голова селищной рады сказал что у сельсовета нет полномочий чтобы распределять какие-либо участки там земельные и другое вне населенного пункта маяк даже после выборов ничего там не изменится никто не имеет права с вас собирать деньги и еще одно маленькое объявление для тех кто для наших рыбаков создают какие-то условия и наши рыбаки платят не за рыбалку а за услуги если вы такие есть на нашем днестри отзовитесь мне было бы очень интересно рассказать о вас о тех кто работает в открытую открыли работает честно и платит налоги пока что я вижу это либо вообще в наглую работают без документов либо с документами но требует деньги за рыбалку либо как общественная организация просто требует деньги мягко говоря требует деньги добровольным вносом вот что пока я вижу то есть нормальных условий для того чтобы давать какие-либо условия услуги я не вижу нет таких то есть все работают мягко говоря через одно место а хотелось бы увидеть пример для подражания другим как можно нормально красиво организовать рыбалку и предоставлять реально услуги услуги так что если такие есть меня легко найти в ссылке в описании есть наше выбор сообщества в котором я являюсь администратором поэтому пишите звоните мы с вами свяжемся и обязательно про вас расскажем если вы такие есть если видео понравилось ставьте лайки подписывайтесь на наш канал все для клёва но я прощаюсь с вами до скорой встречи на рыбалке всем удачи все хорошо